Магадан И поэтапу И поэтапу Не то, чтоб другу не везло Ни что кому-нибудь назло В общем, я видел Лагаевскую бухту и трахты Ухты, ахты Она видела а наверху навигационные знаки которыми занимается геодрографа это спасательная станция мчс станция гимс и собственно говоря сам микрорайон ногаева когда-то здесь были сплошные лачуги бараки ну шанхай остался местами но все таки рахты улетел я туда не с бухты барахты за мной летели слухи по следам опережая самолеты в югу я все-таки уехал в магадан к другу и створный магаданский маяк один из десяти которые работают в автоматическом режиме отвечает за него местный участок гидрографической службы тихоокеанского флота кроме таких 10 автоматических маяков есть еще шесть они протянулись на огромном участке до хабаровского края ближайшие вот там вот находится на мысе черикова его не видно из-за каменной гряды раньше вот там вот вчера мы там были находилась база подводных лодок где стояла 171 бригада позднее преобразованы в визион она стояла там с 1962 до середины 90-х годов потом ликвидировали все больше подводных лодок и улетел я туда нет бухты а это место где в последние годы обязательно бывают все гости магадана памятник маска скорби скульптора эрнста неизвестного посвящена всем политическим заключенным которые отбывали свой срок на колыме но правда среди политических заключенных было много и бандеровцев власовцев прочих националистов но были конечно и не видно осужденные всех и все мы их знаем типа сергея палыча королева георгия жжёнова дальше мой список что-то заканчивается срок отбывал кстати и мой родной дядя по матери но он правда был не политическим и отбывал свой срок совершенно справедливо чем два раза поэтому когда я в юности собирался ехать в магадан на работу он не говорил сережа обязательно заесть на прииск штурмовой поколонись от меня я там провел свои лучшие годы лиса бежит никого не стесняется ух ты красавица какая лиса есть конфеты взлетные слушай тут целое семейство вон еще одна ничего не боятся сон где короткая весной я как пацан влюблён сон где сильно ошибается тот кто думает что магадан далек от уровня сервиса остальной страны нет вот сеть супермаркетов Мегамаг открывшихся буквально пару лет назад в том числе вот такая кафешка Бережабы сейчас мы туда зайдем и посмотрим в ассортименте подливочку задать пожалуйста и цены слушаю вас сейчас я вам подожду очень щадящие цены коньяк раздельной российский вина вино водка местного магаданства популярны особенно во время шопинга а вот это так сказать езальный зал тут самое интересное это вот эти движущиеся панели где сменяются виды города ну виды конечно не очень притязательные но тем не менее люди обедают и высматривают что это за место а вот что-то типа контактного зоопарка при фермерском хозяйстве вели на сложно сказать что это зоопарк но тем не менее для магадана это очень хорошая вещь можно погладить овечек кузочек дистанцию какие-то птички утки спунил давай-ка я тебя потрогаю почешу за ухом понятно ну че радость еще и лебеди ну а чего детям конечно магаданским радость правда ехать до сюда довольно сложно дорога тяжелая но тем не менее кто доедет тот молодец привозит говорят с собой корм это же кеклики горные куропаты это же понимаешь да ага ага какие-то зверушки бегают утят утята утята тщательно енот по лоскун добрый вечер он не против тщательно ехать молодец да да тщательно 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 а здесь еще и лошадка есть говорят здесь был пожар и задохнулся олень и пони любимцы местной публики хозяйка утверждает что это был поджог ну конечно куда же без то есть конкуренция тех кто катает на лошадей детей в городе не хотят но дело уголовное которое вот так и не завели и он там на ничем не закончилось и тем не менее магаданское кладбище я нахожусь возле могилы любимого певца сталина вадима козина который провел здесь почти 50 лет дважды отсидел он один раз пытался вернуться но по дороге его снова взяли и снова отправили умер он девяносто четвертом году и вот такая фактически часовня с колоколом козин вадим алексеевич 1903 1994 годы то есть человек прожил несмотря на свою тяжелую судьбу 91 год дважды отсидел на колыме потом ему был запрещен выезд на материк и он фактически здесь застрял навсегда магаданцы сами называют это кладбище марчикан по названию вот этой самой сопке кладбище с видом на бухту на гаево одна из двух магаданских бухт бухта геркнера сколько же тут но и схожего сколько всего тут было когда по отливу мы шли километрами вдоль берега иногда нас заставал прилив и приходилось срочно лезть на горку чтобы не замочить ножки так сказать сейчас здесь зона отдыха горняк вот поставлены зонтики правда стоят таблички купаться запрещено но народ это мало слушает люди совершенно спокойно купаются хотя даже самые лучшие времена температура воды вряд ли поднимается выше 11 12 градусов вот мы находимся на месте в падении реки дукчи в охотское море тот бухта гертнера здесь абсолютно сумасшедший аромат и запах выброшенных на берег водорослей воздух просто пропитан йодом и солью можно дышать и дышать волшебное совершенно место река дукча в месте и впадение в охотское море в бухту гертнера но понятно почему купаться запрещено потому что дукча река в которую заходит лосось на нерест собственно я тут нет рек в которой был не заходил и речка магадан к много лет рыбы там не было потому что на берегу стоял кожзавод и все химические вещества спускались в реку после того как кожзавод закрыли мальчишки ловят на так называемую кошку то есть на большое большие крюки которые забрасывают в реку лосось прямо в центре магадана стоят на мосту и забрасывают лов конечно браконьерский но здание бывшей здесь промывался песок для строительства раньше так называемый магадан не руд был а теперь в этом месте ежегодно проводят традиционный золотой фестиваль старательский фарт куда съезжаются десятки участников привозят золотоносные пески со старательских полигонов артели и таскать призовой фонд составляет первые два года был по миллиону рублей для победителей вот в этом году он был уже полтора миллиона рублей место азартное место интересное ну там есть определенные условия для участников чтобы не было судимости чтобы это были приличные люди но приезжают старатели практически изо всех областей краев дальнего востока в этом году по даже из забайкале и иркутской области